Ну вот Евгений Чичуаркин нам расскажет, вот чем все это чревато. Кстати, Гарри Каспаров в таком же статусе человека осужденного, и он действительно избегает некоторых стран для того, чтобы не быть депортированным. Действительно нужно избегать некоторых стран, когда я облетал Беларусь, все смеялись. Я показывал фотографии, где мы из Риги летели в Одессу, вот так вот. А мне сказали, что я псих, пока в Беларуси не посадили самолет с известным журналистом. Да, есть Фукет, с которого совсем недавно чуть не экстрадировали группу Би-2, и там включились абсолютно все, две группы близких, знакомых юристов. Несколько дней и ночей через Короля как-то решили этот вопрос неимоверно. Так что просто избегать некоторых стран. Но их и так нужно было избегать, потому что есть много стран подконтрольных России или дружественных. Например, Шри-Ланка, которая не... Посмотрите, Путин тоже обязан избегать некоторых стран, где могли бы его просто взять и депортировать. Так что статус... Римский статус, да. Нас это не греет, если нас депортируют. Я был под депортацией два с половиной года, выиграл суд в Великобритании. Ты привыкаешь, конечно, но в целом это не очень приятно. Понимаете, ужас в чем? Вот мы говорим, кстати, за несколько секунд до начала эфира, Петр сказал Чичваркину, это хорошо, что вы 16 лет в эмиграции, потому что этот поезд, который... Ужасно сидеть в поезде, зная, что он идет в Северную Корею. В Северную Корею, да. В Севернее Корею. Еще в Севернее. Но Северная Корея, они вот действительно в изоляции. Они же щупальца свои не распространяют, они не выдают ордеры об аресте, да. А Путин пытается все-таки каким-то образом... Мало того, что навязал гонку вооружения и развязал войну, он пытается еще в страхе удерживать украинских политиков, российских оппозиционеров, европейских политиков, потому что у Каспарова, по-моему, тоже уже гражданство американское. Но, тем не менее, это происходит. Как там все пошире, мы говорим, непросто. Они же убивают, они занимаются политическими убийствами за рубежом. Это не надо далеко ходить. Спасибо Службе безопасности Украины, что я сижу с вами. Дважды они предотвращали мое убийство, один раз похищение. Поэтому, и причем за похищение, последняя история, там, первая история про убийство была довольно смешная. У кого-то бармена там с разнорабочим нанимали, ну, смешно. Потом было чуть посерьезнее какие-то афганцы, а последний раз уже было прям серьезно. Но СБУ это предотвратило, а тот, кто это заказывал и хотел там прям сам кислотой выжигать глаза и вот такой там трэш, Россия выменяла на наших военнопленных. То есть Путин даже не скрывается. Вот да, ну вот спалились агенты, ну окей, меняем их туда. То есть это страна, которая занимается террористическими актами за рубежом, политическими убийствами. Это страна террорист, Путин это террорист номер один в мире, безусловно, еще до вторжения в Украину 1922 года. Достаточно того, что он сделал в 1914 году и до того, и после, когда он просто, ну, это страшный преступный режим, абсолютно намного более глобальный, чем Северная Корея. Тут не сравнишь. Но движущиеся абсолютно в этом направлении. И они, конечно, друг с другом прямо как братья-близнецы по вот этим видео. Ну, по сути, они обозначают таким образом список своих врагов. Вот Чичваркин, Житовы тоже в этом списке. Чем это чревато? Вы, конечно, не террористы, а экстремисты. Да, вы экстремисты. Иноагенты... Написали заявление в прокуратуру, но, видимо, у них пока другие люди на очереди. Из-за наших ужинов, потому что, ну, понятно, если мы идем, подставляем что-то в Киевский... Ну, вы финансируете вооруженные силы Украины, да. Действительно, получается, что да. Вы оказываете поддержку украинской армии. Да, 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 безусловно. А с кем в России можно было вести переговоры? Вот кого можно было за этот круглый стол переговорный усадить? Вообще, кто мог представлять интересы России, скажем, да, пожалуйста. Евгений Чичваркин, да, пожалуйста. Если бы в самом начале войны, как мы, мы, как антивоенный комитет, и параллельно с этим ФБК, приблизительно с такой же инициативой, хоть какой-то статус европейские политики дали, грубо говоря, тем, кто был изгнан жертвой режима, кто-кто был, уехал и не согласился активной критики Путина, если бы был хоть какой-то статус. Это обшутили как паспорт хорошего русского, но такой же Нансеновский паспорт был в 20-х годах, и он действовал, кстати, у многих известных людей он был, то можно было бы посадить альтернативную Россию там на переговоры и начать. Это не был бы голос, который может немедленно, да, привести в действие договоренности, но, во всяком случае... Это дорожную карту обозначил. Да, весь мир бы увидел, что есть какая-то альтернатива у путинского режима. Ни одна страна Европы, ни одна страна западного цивилизованного мира не согласилась и не поддержала ни одной из инициатив. То есть нас нет, нас не существует. Для них мы русские, а просто русские и все. Но это означает, что все хотят договориться с Путиным. С Путиным, да. Вот в этом парадокс. Именно так. Как это можно объяснить? Я этого так не вижу. Для того, чтобы наладить механизм сотрудничества между Украиной и Россией, зерновая сделка, пожалуйста, не было никаких прямых контактов, да, а механизм сотрудничества, там, где был бизнес, там, где были схемы, был обработан, пожалуйста. И здесь вопрос в том, что говорить с Путиным не имеет смысла, потому что Путин хочет в такой степени мира, как Гитлер в 1939-м. Короче, логика России – это использование войны как лезвия в мясорубке для того, чтобы терроризировать собственное население, превращая эту массу в консистенцию, да, которая схожа на Северную Корею. И вот это направление, оно, война укрепляет этот режим. Чем беднее, тем лучше. В принципе, причина, глубочайшая причина этой войны – это болотная площадь. Когда чекисты увидели, что слишком жирно у людей, есть хлеб, требуют прав, а право разрушают стабильность. И лидер тогда же жив немцов был, да? Да, один из лидеров оппозиции. И есть лидер, тогда больше напугало контакт. Просто и здесь просто надо понимать, что война является инструментом правления в России. Поэтому единственный способ – это просто ухо украинца очень хорошо ловит слово мир. Но нужно понимать одну вещь, что мира можно добиться, если через голову пройдет, можно добиться мира исключительно через победу. Нет другого пути. Я полностью согласен, кроме одного, простите, ремарку. В России жизнь за последний год не то чтобы не стала хуже, она стала во многих отношениях лучше. Страна перестроилась на военный лад, огромные зарплаты платятся вовремя. Ну и налоги повысились. Налоги повысились и повышаются, и дальше будут повышаться. Но это не означает радикального падения уровня жизни, который был первые месяцы после начала войны. Вопрос уровня жизни, тридцестепенный с точки зрения режима. Смотрите, главное, на третий год что произошло? Россия как шар сдулась. Смотрите, где газ. На 165 миллиардов кубометров нету спроса. Китай не покупает. Запад отказался, да? Смотрите, санкции на ЛНГ делают невозможно. Смотрите, что произошло с ураном. Байден въел, вытесняет. Смотрите, с углем падает. По всем, что бы ни взяли. Удобрения, давайте. Удобрения растут. Переработанный газ, да, растут. Но в целом, те козыри, которые были у Путина, они исчезли. Просто, так как раньше в Россию попадало 10 долларов, 9 сразу уезжало оттуда. Сейчас из этих 10, не попадает 10, попадает 6. И 3 остается. Короче, это все система войны. В которой это все прожигается. Россия не в состоянии, короткое время... Гитлеру, Гитлеру рос головой продукт до начала 44-го. Да, смотрите, не 6. Россия, условно говоря, продает на 500 миллиардов, а теперь на 400. Тратит 300. Потому что весь мир не дает. То есть, если ты, не знаю, занимаешься парикмахерскими или кофе делаешь, ты не можешь открыть счет, ты не можешь вывести деньги. Если ты продал, честно, жил и работал, продал квартиру, ты не можешь открыть нигде в банке счет, потому что ты русский. Вот. И все деньги остаются там, как в кубышке. И этих... И действительно, сальдо такое, что у них остается 100 с чем-то миллиардов избыточной наличности. Вот они на нее и воюют. Если так хорошо, тогда где исчез фонд национального обога состояния? Который исчерпан. Смотрите, третий год войны были, да? Ресурсы сегодня уже их нет. Просто сжигают последние. Я смотрю на то, на аналитику, да? Натальи Зубаревич, Липшиц. Просто показывают, что это one-way ticket. И это короткий путь. Короткий путь. И повторяю. Показатели экономические. ВВП показывает движение, а не благосостояние. Смотрите, Путин идет в Северную Корею. Но следующий его визит будет в Вьетнам. Знаете, что это будет значить? Разрушение отношений, вспомните мои слова, тесных отношений между Китаем и Россией. Это будет глубочайший конфликт, который очень сильно русские почувствуют. Дай Бог, но я имею великие сомнения. Я думаю, что Путин бы разыкнул с Китаем, если бы... Я еще одна деталь. Ну, по-перше, Евгену даму возможность ответить, по вашему мнению, где должен пройти следующий форум мира. И, во-вторых, все-таки союзникам нужно было бы определиться. Потому что вот эта иллюзия, что с Путиным можно вести переговоры или с его представителем, там, я не знаю, кто, Лавров. Но это же смешно, если эти люди будут представлять на международном форуме Россию. С террористами нельзя вести переговоры. Абсолютно так. Террористов нужно уничтожать. По старому израильскому обычаю. Саммит мира может быть где угодно. Но вопрос того, кто согласится и куда ехать. Мне кажется, нейтральные страны, которые могут обеспечить полную гарантию, и которые уже подтвердили то, что у них задача – это мир, как Саудовская Аравия, мне кажется, вполне. Вот, статус страны здесь, говорю, должно для инвесторов быть очевидным, что вкладываешь деньги, и не придет бандит, и не заграбить тебе их. Вот потенциальный инвестор у нас в студии, пожалуйста, по части ведения бизнеса, насколько действительно инвестиционного климата, насколько привлекательна Украина. Два фактора, которых не хватает. Первый, о котором только что сказали. Второй, несмотря на обещания и, сколько, шесть раз смену власти, коррупцией никто не занялся, изменением законодательства здесь никто не занялся, хотя все обещали. Все абсолютно была фикция. По индексу восприятия коррупции, к сожалению, Украина находится на жутких местах, ну, как, собственно, и Россия. Ну, России самодостаточно, а Украина, к сожалению, не может существовать без западных инвестиций, а сейчас и помощи. И, к огромному сожалению, вероятно, эти бы изменения были, если бы не было войны. Во всяком случае, заявления такие были, и какие-то попытки были, и я там какие-то документы готовил. Но де-факто законодательство не приведено к интуитивно исполняемому. И достаточно серьезную, так или иначе, предстоит кому-то провести очень большую работу по чудовищной борьбе с коррупцией. Но у вас были какие-то проблемы с тем, чтобы обеспечить сюда привоз, преодоление границ, оказание помощи? Вы же пересекаете границу. Если бы у меня был бизнес, который приносил бы доход, и, вероятно, такие проблемы были бы гораздо ярче. Нет, меня там держат очень долго обычно. Ну, и проверяют там последний вот, ну, целый час там куда-то звонили, что-то получали, хотя они видят, у меня виза вторая, выданная уже, вторая за войну. Мне нужна виза, так как Украина не принимает беженцев, не подписывала конвенцию по беженцам. Вот, визу выдавали тоже, там, 35 дней. Первую выдали за два дня, вторую 30 дней. Но не было такого, чтобы давай ты нам тут привезешь, вернешь там откаты, что-то? Нет, такого абсолютно не было. Так это же волонтерская помощь. Это волонтерская гуманитарная помощь. Плюс я... Если тотально, то так. Все понимают, что я развяжусь сразу, я не буду молчать с этим. Да, лучше. Вот, но так, скажем, если мы возьмем 100 самых известных бизнесменов Украины, и скажем, чтобы они сказали, улучшилась или ухудшилась ситуация с коррупцией за последний год или два, и они напишут без фамилии, просто скажут да или нет, улучшилась или ухудшилась, в коробочку, то результат будет принципиально иной, нежели победы Украины на дипломатическом фронте. Победы Украины на дипломатическом фронте феноменальны абсолютно. То, куда эта власть, как она подняла Украину в ряду, действительно, мировых держав, и то, что там огромное количество стран с уважением относятся, наконец, полностью различили, да, Россию, Украину и понимают, что это ближняя часть, это, да, это как бы свои, это Европа, это нужно помогать, то эта часть, наверное, может быть критической, коррупционной для следующих выборов или следующей, как бы, смены, когда следующие элиты придут. Я не знаю, как это произойдет, там, мы видели два Майдана и несколько выборов, которые очень были близки к честным, что демократия действительно работает здесь. Вот мы не знаем, как это будет в следующий раз, но это будет основной аргумент, или один из двух, если усталость от войны будет слишком большим аргументом через, там, год, два или три. Но это может, вероятно, быть критическим для нынешней власти. Вот скажите, если я не прав. А как вы восприняли, кстати, Евгений, вот этот вот ультиматум? Он не захватил эти четыре области, но записал себе в Конституцию? Ну, абсолютно стоит его абсолютно игнорировать. Это способ психологического воздействия и на Европу, и на Украину. Его просто нужно перелистать, смотреть за действиями, а не за словами. Ну, это не стоит вообще рассматривать. Это не переговорная позиция. Да, но ведь находится... Он не собирается вести переговоры, он собирается воевать. Любые переговоры будут использованы только, чтобы подтянуть войска или, там, провести дополнительное, там, боевое слаживание, подвести старые боеприпасы для гаубиц по железной дороге из Северной Кореи. Ну, до этой войны все-таки он сам не справляется, он ищет союзников. Вот на перемованных с Путиным кинченым заявляющий уряд-то... Простите, война, удачная война, это поиск компромиссов, поиск коалиции и работа с союзниками. Иначе никак не получится. Разрешение использования оружия союзников на территории России. Насколько вот это перенесение войны в Россию? Ведь Путин не ожидал, что это произойдет, что будут полыхать. А это никак не влияет на режим. А на мнение россиян? На мнение россиян, живущих в Щебекино, это влияет. На мнение россиян, живущих в три населенных пункта вверх, это вообще никак не влияет. Да что же надо им еще, чтобы начались внутриполитические процессы? Вот когда яйца подорожали полтора года назад и выстроились в очереди, вот это было сразу у них рейтинг... Когда банки не смогут валютные счета россиян обслуживать, что-то произойдет. Вот нет, что, в юанях будут выплачивать? Ну это касается маленькой частности. Ну вот все очень радовались, когда запретили торги на бирже. Так оказалось, что валюты больше, они могут ее сами без торгов. Они теперь ее отрегулировали, теперь курс меньше. Он первое время эмоционально подскочил с 88 до 92, сейчас он 86. То есть они его вручную отрегулировали вниз, чтобы подсбить инфляцию. То есть финансово-банковского краха вы не прогнозируете? При этом режиме, при нынешнем санкционном режиме, когда в Россию закидываются деньги и не дают оттуда вывезти, то есть поставили стену и закидывают за эту стену деньги. Закидывают талантливых людей, закидывают деньги. Они могут выехать там в Азию, а никуда в цивилизованную часть они выехать не могут. И получается, что там за стеной много людей с мозгами и деньгами. Из них можно выжимать налоги и воевать сколько угодно времени. Этот режим может существовать и 10, и 20 лет, с нынешними, будучи самым санкционным режимом за всю историю человечества. Он покажет в 4% роста GDP, ВВП в этом году. И у Гитлера в 44-м в начале тоже ВВП показывала урост. Против Гитлера воевала Америка инструментом, который Байден подписал, ленд-лиз. Здесь тоже Байден подписал 2 года назад, что получено под ленд-лиз. Хорошо, а каким вам видится? Вот мы часто, один из наших гостей пошутил, сказал, что самый короткий анекдот звучит сегодня так. Будущее России. Но тем не менее, какое-то же будущее есть у России? Вот Северная Корея. Будущее России, вероятно, будет после смерти Путина. Придут условные либералы, которые постараются снять санкции. И постараются как-то цивилизовывать все, что было. Может быть, даже какие-то территории отбадут. Подождите, кроме Черного Лебедя нет инструментов? Кроме Черного Лебедя, кроме смерти Путина, на данный момент мы не видим решимость ни одной из больших держав, которые могут повлиять на это. На это могут повлиять, грубо говоря, Саудовская Аравия и страны вокруг. Как это было в 79-80 году, когда приехали штаты с ними, поговорили. Мы вас легализуем, хотя вам не нравитесь, вы можете очень много покупать и делать. Подержите нефть низкой, а мы вам другими ништяками это все закроем. А почему они до сих пор не пошли на такую сделку, как вы думаете? А Байден приехал с этим шейхом, они пообнимались, это сколько было, полтора года назад, пообнимались. Он сказал, да, 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 сделаем все. Потом прилетел тут же Путин и он также пообнимался. Байден хочет высоких цен на нефть, на ресурсы, потому что зеленые цели, да? На самом деле здесь идеология и внутренняя война в Америке, она намного важнее стратегических целей Соединенных Штатов, войны в Украине и так далее, и так далее. Кроме того, надо понимать, что с точки зрения Соединенных Штатов Россия является ценностью. При помощи этой карманной империи англосаксов. При ее помощи победили Вильгельма Второго, Гитлера, да? Победили Наполеона. Смотрите, история, это страна, которая ничем не угрожает Соединенным Штатам, не производит ничего, что могло бы быть опасным. Которая дешевые ресурсы поставляет, которая создает спрос на оружие, которого производителем являются Соединенные Штаты. Соединенные Штаты последняя страна, которая заинтересована тем, чтобы Россия развалилась. Они не хотят повторения 91-92-го. Я считаю, что будущая Россия... Пригожин, они это увидели, перспективу, и... Считаю, что будущая Россия, из чего шанс для российского народа такой. Сдача, добровольная сдача ядерного оружия. Потому что так долго, когда будет ядерное оружие, будет одна кнопка и будут одни чекисты. Для меня это вообще тест на хорошего русского. Для меня русский, который считает, что Россия не должна сдать ядерного оружия, является, потому что это единственное, чего чекисты человеку не простят по-настоящему. Вот, меня вдохновил Александр Невзоров. Я с ним встречался. И вот поставил ему такой вопрос. Он говорит, конечно, эти шоу очень недостойные, что ядерного оружия, да, пауки не надо им в руки давать, потому что это агрессор. Это просто сила ядерного оружия дает... Евгения, будете спрашивать? Да, почему вы Чичваркена недооцениваете? Давайте посмотреть в какую-то реальную возможность. Вопрос декларации. Смотрите, не будет будущего России, если там будет диктатура. А диктатура будет всегда, если будет одна кнопка. Когда будет одна кнопка, будет один царь и будут одни чекисты, и все вернется на колея свое. Понимаете, не надо быть... Короче, чтобы русские перестали быть рабами, надо развалить тюрьму, потому что Россия имеет два основных измерения, с моей точки зрения. Первое, это тюрьма народов. И во-вторых, это колония Москвы. Вот, надо разбить... Можно так смотреть, да. Короче, условием является добровольная сдача. Это должно быть условие для снятия санкций. И пусть это будет. Уждут это оружие 50 лет. Безусловно, это условие можно выставить. Безусловно. Да. Даже, чтобы надавить на Путина, нужно выставить. А его никто никогда не выполнит. Они специально... Они справляются и с этими санкциями. Уже они перестроили всю экономику на военные рельсы. Подождите, если санкции не работают, тогда что? Работают. Ну, как работают? Отлично работают. Так нет, возможно, они работают, но нам бы хотелось интенсивнее и быстрее ускорить эти пациенты. Нас повыгоняли из банков. У меня нет больше ни одного банковского кредита. Папа не может приехать ко мне в Латвию. Да, действительно работают. С русскими повоевали классно. Победили. Осталось победить Путина. И он не собирается сдавать, не отдавать ни землю, не сдавать ядерное оружие. И становится с каждым нефтью, газодолларом все сильнее. Де-факто. Смотрите, становится слабее. Позиция России на земле падает и будет падать. Я просто хочу вам показать один момент, что если вдумаетесь, что является, например, Китай. Первая позиция затрат на внешних рынках. Что покупает? На что? На нефть, на газ, на еду. На что больше всего теряет Китай денег? На технологии. Да, на чипы. На чипы два раза больше теряет денег на чипы, чем на еду и энергоресурсы. Представьте себе. Путин – это задница задницы. Это отстой. Это девятнадцатый век. Технологически, да? Это шестидесятые годы. Вот и что. И супер. Они же могут привести... Я хочу, Ань, послушай, если я никогда не видел Роллс-Ройс, то и Волга, и Лада Калина – хороший автомобиль. Дело в том, что Роллс-Ройсов-Кулианов на Рублевке больше, чем во всей Европе сейчас. Смотрите, вопрос ликвидации Советского Союза, он не завершён. Нету. По конституции Советского Союза Советский Союз не перестал существовать. Какие-то договора, в какой-то пуще и так далее, там бред собачий скажут завтра. Если бы Путин занял Украину, установил своего здесь Медведчука, да? Вот решил каким-то вопросом с Казахстаном и провозгласил, что есть Советский Союз, да? Все разрушения, все смерти были. Ну давайте, подскажите ещё, подскажите сейчас Путину, а то у него как раз… Нет, это его план. Это его план, это его план, понимаете? Есть противоядие всему этому. Вот давайте, вот сейчас мы говорим о том, что действительно… США может договориться с Китаем, если они серьёзно что-то им дадут, какие-то большие экономические преференции. Но это может сделать Трамп, вы полагаете? Это может сделать. Нет, я считаю, что сейчас здесь окошко. Это так. Окошко какое. Смотрите. Китай может бояться, что если бы пришёл к власти Трамп, Трамп может сделать предложение русским, чтобы повернулись против Китая за счёт Украины. Такой вариант есть, так как и Синджер сделал. И на самом деле, чтобы избавиться от этого риска, Китай может быть заинтересованным, чтобы каким-то образом заморозить ситуацию, которая для них в общем выгодна. Соединённые Штаты, Байден, тоже мог бы захотеть показать себя победителям перед выборами. Вот, что заставил, что совершил и так далее, и так далее. Смотрите. Более того, он обещал это публично. На самом деле, на самом деле есть такой риск. Но вариант, что это паучица 5%, потому что я полностью согласен, что Путин хочет войны, хочет воевать, хочет инструмента войны для того, чтобы укреплять свою власть. И, блин, самое страшное, чтобы мы не становились похожими на него, потому что этот откуп, да, белый бизнес и так далее, это очень сильно напоминает те же самые методы. Вернулись к белому бизнесу? Тогда все высказались. Да, пожалуйста. Sorry, я слишком много. Три года назад по рекомендации просьбы одного из людей, которые влияют на экономику Украины, у меня было интересное задание по тарифам таможенной политики. Я с 2005 по 2008 был лоббистом в России, и мы меняли законы. Я, как либертарианец, пытался сделать, чтобы для всех, естественно, не для кого-то, а для всех, снижались налоги, упрощались процедуры, выбелялась таможня. Мы первые, кто завезли телефоны в белую и так далее. А 996 таможенных кодов и заградительные пошлины, которые невозможно выпустить, например, в шестяные изделия невозможно привезти. Вот невозможно. 40% пошлины, плюс НДС, еще какие-то сертификаты. Без шансов. Там можно переаттестовывать и ставить новых, честных, молодых, классных людей, как когда-то давно Саакашвили поставил Юлю Марушевскую. И они будут именно искренне стараться делать все правильно, но эти законы невозможно исполнить. Система, конечно. Их нужно полностью менять. Зачем 996 кодов, если можно работать с 15-ю, с 17-ю и так далее? Зачем эти огромные заградительные пошлины? Пошлина, есть там кривая Лафера. Лафер был, кстати, советником Ереска. И Украина на этой кривой Лафера находится очень далеко. То есть она из-за гиперналогов и сверхсложностей собирает очень-очень мало легально. Так как экономика не сильная, то эта кривая находится достаточно близко к оси. И чтобы оптимизировать и собирать максимальный налогов, была эффективная ставка, они какое-то длительное время должны быть низкими. Достаточно низкими, чтобы бизнес мог это спокойно исполнять. Чтобы не тратить кучу времени, денег на ментов, на БУ и прочее. Чтобы было... Собрались люди, вот как мы и решили. Это исполнимая история. Давайте договоримся, мы это все делаем. И тогда этих белых клубов, они появятся сами, как грибы после дождя. В России какое-то время были и реформы, и антиреформы. И мы видели, как целые отрасли переходят в белую. Например, когда снизили налоги зарплатные и большой бизнес, договорившись между собой, вот просто сели и сказали, давайте все, все по белому. Теперь с какого-то... Где-то пятый-шестой год это вот происходило. Работает так. Давайте внедрим это. Вы видели, как это работает, так как вы работали. И я видел, потому что я был лоббистом, бегая между Кремлем, Белым домом и администрацией президента. Сегодня в Украине выглядит так. Давайте сделать то и то. Какой будет результат? 280 тысяч людей придет с бабом. Давай делаем. Все работает на задней, везде работает бэк-офис. Цель системы собирать бабло, ставить людей. Да, поэтому Евгений говорит, что да, схема понятна, реформы необходимы. Очень много хороших людей в Украине, но они проигрывают с политикой предателей, воров и идиотов. Продолжение следует...